Дорогие братья и сестры, салам алейкум, мы сейчас с вами находимся в аэропорту Внуково, и вы даже не представляете, какого уровня гости к нам прилетели в Россию. Дело в том, что в этом году впервые после пандемии было объявлено о проведении международного московского конкурса чтецов Караб. И на этот конкурс прилетел, как вы думаете, кто? Имам мечети посланника Всевышнего в городе Медина, шейх Абдул-Махстан Аркасим, который 25 лет возглавлял эту мечеть. И вот теперь шейх Абдул-Махстан Аркасим после завершения конкурса летит с нами в Дагестан, куда в 642-м, 643-м годах прибыли сподвижники посланника Аллаха, мир его благословения. Так что нас с вами ждут три дня самых невероятных приключений. Итак, вперед, дорогие братья и сестры. Мы вылетаем в рано утром в Махачкалу с нашими дорогими гостями. С Саврубской Ави. Это ребенка, мне еще пройдет. Вон там они. В толпе. Суровую русскую зиму. Шейх Абдул-Махстан и Шейх Фейсан. Шейх Абдул-Махстан и Шейхан. Которые русские велики. Подходили к стенам. В каждой стене они здесь. То есть получается оттуда, там. Да, экономически-политически вопросы решались. Я не хочу сказать, что здесь есть мессиям и политические. В этой области. Я не хочу сказать, что здесь есть мессиям Каср-Ламир. С состава суда входили подземные тюрьмы. Это сижение подземных тюрьмами. Это хрена-диночка, тюрьма-диночка. Это жена-диночка, это хрена-диночка. Опускали узника, Кадзи, судья, выносил приговор. Значит, это было 1500 лет. Вот этому объекту архитектуры 1500 лет. Значит, это было строительство в начале 5-го века. Строилась вся система оборонительных сооружений города более 130 лет. Длина всех стен более 70 километров. А построена каменная крепость по контурам более древней крепости. На этом вот месте стояла такая же крепость. Она была из Самана, глина с соломой, сердцовые стены. Крепость датировалась восьмым веком до нашей века. Я была из Самана, глядя с древней крепости. Поэтому можно сказать, что первым крепостным сооружением Дербента более чем 2700 лет. То есть, мы можем сказать, что первым крепостным сооружением Дербента более чем 2700 лет. Хорошо. Хорошо. Понял. На территории... И были обнаружены вот такие вот камни с отверстиями. Это древние камни якоря. Какими пользовались? За верхнее отверстие крепился трос? Якорь, корабельный якорь, да? А, корабельный якорь, да. За верхнее отверстие крепился трос-веревка. В нижних два. У самого города своих источников воды никогда не было. Ага. Тут не было воды, да? Своих источников не было. А как? Вся вода текла с гор. Тогда я к этому и веду. Ага. С горных источников вода стекалась. И на крепость Дербент Николаев. Через 150-200 метров стояли вот такие вот каменные горшкообразные предметы. Вода стоят. Вода стоят. Вода стоят. Вода всегда течет силом. Он оседал. И чистая горная вода продолжала тешить на территории. Вода стоят на земле. Вода стоят на земле. Под наклоном стрела летела намного быстрее. Да. И могла пробить. В этой бойнице, в принципе, оттуда не было. Никто не стрелял. Почему? Потому что стрела, когда наверх летит, она скорость теряет. А пробивной способности у нее нет. Вот-вот начало северной стены. Вот пошла стена. Как крыши домой идут по краю. Вниз здесь не посмотреть. Вон там вдали имеется продолжение. И вот полукруглый порт увидели. За портом улица по этой же улице. А чтобы вы понимали, что за северной и за южной стеной ничего не было. Это все современный дермен. Это не было. 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 Говорят, что сахабы, где похоронены территория арабского мира, больше всех. Кладбище Ба-Киа в Медине. Ярмук в Иордании. И ямама в Ириаде. И ученые говорят, что 90% из сахабов не умерли в постели, а умерли на битве. И ямама в Ирмане. Ярмук в Ирмане. И ярмук в Ирмане. И ярмук в Ирмане. И еще более счастливы будет, когда мы с вами встретимся в раю. И вы идете по пути сахабов. Я, как вам говорю, хотел подтвердить, что сахабы не потеряли вас надежду. Вы не подвели их. Поэтому на вас обязательно сейчас своих детей обучать Курану, намазу, чтобы вот эти вот пути, которые с чем приходили сахабы. Очень сильное знание вы надали. Я бы говорил, хотел бы даже ваше вот это вот разъяснение написать на арабском языке, чтобы туда вставить с шейхом это объяснять. Кто-то не знает об этом. Два километра. И заканчивалось на крутом ущелье Малого Кавказского хребта. Для оборонительной системы города Дербента и вдоль этой стены, когда арабы здесь были, было преснуто 24 тысячи от дворного войска. Красивый человек из такого город. Для быту ждать здесь belотельно себя ущель― Бабул Алова Кинь, а у них 4 тысячи от дворного. Ж zigорида она снасты bacьера. Для оборонительной системы IMHO к 23-8 мнениямом. Я занимаюсь пос��ю Теперь своеarto SPz donемам зацену. Мы сейчас находимся уже в горах Ахадаевского района. Мы едем в знаменитый комплекс Кала-Курейш, исторический комплекс, резиденцию Уцмиев. И некогда здесь на престол взошел потомок дяди-посланника Аллаха, пророка Мухаммада, мир ему благословения, Хамзы. Да будет доволен им Всевышний. Именно поэтому этот комплекс называется Кала-Курейш, крепость Курейшитов. Остросюжетность ситуации в том, что наши дорогие гости остались примерно вот за той горой. Потому что дальше наши двухсотки уже не идут. И мне пришлось оттуда пешком спуститься вот по этому ущелью и подняться в комплекс Кала-Курейш пешком, чтобы разведать, есть ли далее автомобильная дорога. И я здесь вижу, что автомобили дальше по той тропинке, по которой я иду. Я все разведал, теперь остается проблема связи. Как с нашими дорогими гостями связаться, если здесь уже не работает мобильная связь. Но иншаллах, мы постараемся эту проблему решить сейчас. Посмотрите крепость. На какой пропасти была построена просто отвесная скала. Там бездна. А сейчас я бегу вызволять наших дорогих гостей Шреха Асхата, наших гостей из Саудовской Аравии, которые приехали познакомиться с памятниками культуры и истории Дагестана. Это тоже отвесная стена, на которой находится комплекс Кала-Курейш. Вот сейчас, когда идем, будем вызволять иншаллах наших гостей. Гости. Пожалуй, целая делегация. Саламу алейкум ва рахмату ва даракату. Ахлану ассалям. Хайякум Аллах. Яйху валькерам. Мы так не будем скоро доезжать. Будем на вертолет, площадка вертолетов. Эта дорога на следующей весне будет здесь. Асфальт не обещаю, Гравий. Настоящие тигры Дагестана, иншаллах. Будем гостей возить на вертолетах, иншаллах. Да, все условия у нас уже есть. Наши арабские гости вообще думали, что мы их бросили. Нет, брат, нет. Что мы их завезли куда-то. Они сейчас увидят, куда мы привезем их. Они резко изменят свое мнение о нашем. С нашими гостями доходим до как раз таки Джума мечети. Давайте сразу найдем мечеть. Наши арабские гости впечатлены тем, в какие неприступные места добирались их предки. Из числа курайшитов, из числа сахабов, жителей других аравийских земель. Я напомню, что в Дербент были переселены жители Хиджаза, Масула, Куфы, Хомса, Алеппо, Филистины. Там написано Ахсибар Сенхиздана. То есть это сам правитель, так зовут Ахсибар. И его магия. Есть Мухан Ахсибар. Это арабские гости? Да, это арабские гости. Одна арабская гости. Ассаламу алейкум. Где живешь садом? Я живу садом. 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 У тебя. У нас один хороший. После выхода из мечети. Давайте подойдем вот к этому стенду, на котором содержится информация. Калакварейш, крепость Курайшитов. Уникальный историко-архитектурный памятник раннего средневековья. Столица Кайтакского Уцмейства с 9 по 17 века. И один из центров распространения ислама в Дагестане связан с именем Масламы, легендарного Абу-Муслима. Основание крепости связывают с именами арабов, потомков Хамзы, дяди пророка Мухаммада, мир ему благословения. Тарих Дагестан рассказывает, мусульмане поселились в этой области с радостью и спокойствием. Престол в резиденции Калакварейш с достоинством занял один из потомков шейха Ибрагима Абу-Исхака, потомка Хамзы, да будет доволен им Всевышний, мир Чуфан. В 11-12 веках Калакварейш – один из влиятельных политических и духовных центров Кайтага. Именно тогда была построена здесь джума мечеть с искусственным штуковым михрабом, памятник федерального значения. Первым ученым, открывшим превосходные памятники Калакварейша, является академик Дорн Востоковед, который работал в Институте Востоковедни. Это уже мои сведения. Это вторая половина XIX века. И вот здесь вы видите мавзолейка Итакский худсмив, который мы уже снимали. Саркофогообразное надгробие, характерное для периода владычества сириджуков. Это как раз их период, XIII-XIV века. Джума мечеть, которую мы посетили. И арабское кладбище уже IX-XIII века. Это мавзолейка Итакский худсмив. Где находятся макадры они. Можно, да, пройти? Очень узкий проход. Это кладбище Саи? То есть вот это кладбище. Могила, могила. Могила, да. Этот шахида. Саида. Ну, шахид, который его имя Саидом называется. Лена, это макадр Саид. А, Саид. Это макадр, это макадр, это шаббат Аль-Джанна. Это макадр? Это макадр. После того, как мы посетили мечеть, после того, как мы посетили мечеть, посмотрели могилы, посмотрели могилы уцмеев, видите, как наши гости возвращаются по ночной тропинке. Я думаю, что они эту поездку не забудут никогда. Как наши дорогие гости из Аравии сказали, для них эта поездка стала и исторической, и духовной. Что они получили здесь огромную подзарядку. Нашел огромный подъем веры. Наша прогулка по Сулакскому каньону. После головокружительного ралли гости знакомятся с местными красотами. Это мне? Да. Мишала братская протянутая рука. Я говорю, Аллаху Схану Атану сказать, что все, что вы просили, хотели, я вам одарил. Как раз это все одаровано, Аллаху Схану Атану, все они силы. Это отшедрости, ну, если Аллаху, что мы этого даже не просили, но нам это быть просто так отдал. Мы должны вас хвалять, Аллаху Схану Атану, за все это. Хорошо. Там был ленг. Машалла такая поездка пошла, самая такая уникальная которая могла бы быть вообще Наши гости выходят из пещеры Как зовут брат? Магомед Загид А с какого села брат? Зубутлинский? Машалла дерзкий Зубутлинский парень Будешь ехать, нет? Я не сейчас Запуск депутата народного собрания А обратно как? Как будто Всевышний Аллах сюда какое-то знамение свое поставил на вашу страну Я видел многое, что мне зашло в сердце Я понял, что тут хорошие люди, говорят, есть на этой земле люди, которых я раньше не знал, и они очень хорошие люди Я знаю, что да, в некоторых странах есть хорошие люди, но чтобы все хорошие, как вы были, я ничего нигде не видел Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!